Гендиректор Ростеха Сергей Чемизов прибыл с рабочей поездкой в Комсомольск-на-Амуре. На авиационном заводе он оценил производство импортозамещенных самолетов Superjet New. По цехам прошел вместе с главой, объединенной авиастроительной компанией Юрием Слюсарем и губернатором Михаилом Дегтяревым. Подробности далее. Комсомольский авиазавод одновременно меняет логистику и производственные цепочки. Встает на рельсы импортозамещения, в частности, отказывается от чешских комплектующих. С импортными комплектующими заканчиваем и приступили к производству опытной партии самолетов с российскими комплектующими. Произошло у нас смещение сроков. В среднем 3-4 месяца идет опоздание по поставке комплектации. Поэтому сейчас уже на состыкованном самолете проводим работы. Сегодня ведутся работы монтаж кабельной сети, монтаж системы кондиционирования, монтаж топливной системы и монтаж гидравлической системы. Для Суперджета авиастроители нашли замену 40 наименований, в том числе двигателя. На смену импортному придет отечественный ПД-8. Все для того, чтобы полностью отказаться от Аэрбаз и Боин, которые ушли с российского рынка. Сертифицировать Суперджет не упланируется до конца 2023 года. До 2030 года мы должны 339 машин поставить в Аэрофлоту и 216 другим авиакомпаниям. Вот вы знаете, недавно было в Владивостоке подписано контракт с Аэрофлотом на это количество машин. Основная часть это МС-21 и второе количество это Суперджеты, Нью. Для увеличения скорости конвейера сейчас меняются принципы организации производства. В этом году на Комсомольском авиазаводе начнутся строительно-монтажные работы. В 2024 они приведут к тому, что с одной стороны цеха будет заходить фюзеляж, а с другой выходить готовый самолет. Кроме того, на заводе идет набор кадров. Под гражданскую и подвоенную программу необходимо в ближайшие три года порядка 12 тысяч человек до нанять, чтобы выполнить те задачи, которые стоят по наращиванию серийного производства в гражданских самолетах, но и по военной составляющей тоже. Для поддержания интереса самих сотрудников авиазавода на предприятии постоянно растет зарплата. В прошлом году ее подняли на 30%. Сейчас те, кто делают самолеты в Комсомольске на море, в среднем получают 86 тысяч рублей. Надежда Выходцева, Смотри Хабаровск.